В тот час, как 3-го липеня вся краина святковала День Незалежности, для медперсоналу и шел звычайный працовный день. В Гомельском областном родильном доме график был вельми напруженным. Первый новонародженный заявился на свет, еще на святанку. День был праздничный, но прошел он, как обычно, достаточно активно. Роды первые в этот день начались в 5 часов утра. Сразу практически одни с другими были двое родов совершенно нормальных. Но затем роды распределились более равномерно в течение дня. Все хорошо себя чувствуют, детки, и мамы тоже. У Воголе 3-го липеня тут приняли 7 детей. Причем девчонки обышли хлопчиков с ликом 6-1. А почни новонароджены 3-го липеня з'явился на свет у 22 годины 36 хвилин. Раз некольки дзен усеяны, принимают подарунки от областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь». Врачи ставили 10 июля, родились мы 3-го, в 5-15. Приятно, конечно. Праздник это очень приятно. Еще поздравили, пришли, подарочки вручили. Очень все приятно. Спасибо большое. Дату у нас ставили 28-го вообще июня. Когда приехали сюда, оказывается, дата должна быть 2-го июля. Да, но мы появились 3-го июля. Захотелось, наверное, просто у мужа дзе рождение 8-го марта. Ну, надо, чтобы сын был тоже каким-нибудь с праздником. Вот и мы шли 3-го июля. Назвали уже вчера, муж придумал Алексей. 3-го липеня у Гомельской области народилися 33 дзятти. 18 девчонок и 15 хлопчиков. Усеяны у гэты дзень разом с мамами примать веншаванье и подарунки. Для областной организации Белой Руси гэта добрая традиция. Першая доброчинная акция отбылась в 2008-м годзе. За гэты час только у областным роддоме повеншавали больше, как 300 женщин. Тех деток, которых мы в 2008-м году первых поздравляли, мы уже спустя время отправили в школу, поздравили с переходом в первый класс. Поэтому мы их по жизни ведем, отслеживаем, будем помогать им потом, будем в институт их провожать. Поэтому мы своих деток не бросаем и будем сопровождать их по жизни.